и дорогие мои друзья кто в первый раз на моем канале хочу представиться и познакомиться зовут меня полина и мой канал об антикварных находках я очень часто выкладываю видеть видео и конечно хотела бы чтобы вы меня поддержали лайками комментариями не это просто необходимо как воздух для вдохновения но сейчас я хочу вам показать великолепные лампы и они будут еще мелькать другом видео где снимала саму барахолку блошиный рынок на дому и я немного и и скажем так растрепала не сознательно скажем так потому что здесь был самодельный вот такой вот обожор он мне совершенно не нравился конечно каркас остался и при желании можно сшить какой-то другой под свой интерьер но то что было не совершенно не нравилось поэтому сам абажур я сняла но основу от лампы я ее даже не мыла она еще всякая припыленная хотела вам показать именно вот эту вот атмосферу антиквариата ну лампа я думаю что это первая половина двадцатого века вот она бить не электрическая то есть это был зажигалась свеча или керосин то есть лампа антикварная из стекла я думаю что это что это все-таки латунь не бронза потому что по цвету мне кажется на близко к лату не очень красивая это все все подвесочки стекло правда на одной вот этой вот нет не хватает одной подвески очень красивая ножка вот это вот подставочка мраморная все прям очень чудесно проработана лампа мне понравилось и вот такая вот шкатулка посмотрите ее можно использовать для чего угодно для любых целей либо для украшений либо для стола как бомбонерку но самое главное я хотела вам показать вот эту великолепную фигурку посмотрите насколько она великолепно написано великолепный просто здесь какой-то вот наверное это все-таки нет этот не ангелочек это ребенок ягненок вот они что-то едят виноград по моему лоза виноградная кругом великолепная просто работа сейчас я вам покажу поставила камеру на место что смог передать вам поближе и подробно рассказать посмотреть рассказать я ничего не смогу ней потому что практически ничего не знаю видно что тут вот видите как заливалась форма есть какие-то границы а потом это все соединялось на мраморной основе раньше вот такой знаете здесь ставилась бархатная ткань войлочная чтобы не корябать мебель такая великолепная работа ну а теперь недавно мы посетить посетили наш социальный магазин и конечно были удивлены мы конечно мы у когда увидели витрине этот огромный сервис он очень огромный он даже не помещалась у них в одну витрину и остальная половина была выставлена на другом прилавке вне стекла мы когда увидели забежали посмотрели я очень люблю мануфактуру это у нас вели ройен бог вещь просто винтажная может быть двухтысячные года но хочу сказать что у меня покорил я очень люблю этот фарфор я считаю что он настолько высокого качества что несмотря вот но благодаря моей насмотренности да и прощупывание каждой мануфактуры я уже тысячи раз говорил и повторюсь что он отличается даже на ощупь это керамика но когда мы узнали цену и все это было проставлено не один сервис стоил 1 1 1 ценой а каждая вещь стоила по отдельности и когда мы попросили посчитать сколько будет полностью стоит сервис так на минуточку социальный магазин он стоил там пятьсот двадцать евро если посчитать как они ценили тарелочки да там для лиц для яиц и вот и я взяла для себя только вот эту огромную такая глубокая довольно таки чаша смотрите какой здесь цветущая весна цветущий яблоневый цвет великолепно это ручная роспись друзья это сервис действительно но не для социального магазина и хоберт даже сказал что ведь это же не антикварный магазин это социальный это магазин для бедных для тех кто может прийти купить за копейки себе какие-то пожитки они сказали нас это не волнует ваши домыслы нам безразличны а стоимость я считаю как антикварный магазин и второе предмет честно говоря я купила сейчас я вот так вот наверное удалю немножко это вот такой это не молочник это кувшин и я честно говоря даже планировала поставить это у себя в ванной комнате но потом примерил посмотрела все таки цвет вроде похож у меня белая плитка вот примерно с таким коричневатым оттенком но что тут не вписалась и я наверное приду социальный магазин и попрошу снять разрешение у них этот сервис что вы посмотрели на эту красоту он невероятно красив но так как у меня очень много сервисов мы конечно все таки отказались от этой покупки и мы должны уже быстрее открывать магазин и вложение нам вот мы не вписывались в это вложение но две замечательные части от этого сервиса я конечно же приобрела великолепно он сервис это был просто новый вы знаете еще хоберт возмущался когда все время это было закрыто магазин люди приносили ставили два коробки и я говорю ну смотри хоберт вот можно подойти взять коробки он же не закрытые просто стоят они могут что-то этого нельзя делать потому что это только для бедных только бедный может взять подойти и это ему как не будет так страшно да но мы не можем взять подойти просто так и когда он увидел сколько они поставили этот сервис ну конечно был шокирован ну не для социального магазина я понимаю если это было бы влашиный рынок да где действительно ты понимаешь что то ценность да он возможно и он стоит этих денег прайс для него принципе нормально 520 евро но я хочу сказать что ну не для социального магазина социальном магазине такие денег значит не должно быть хотя у нас не очень богат на социальный магазин так ну что-то я разговорилась давайте поехали дальше заезжали картуру и посмотрите что я прикупила обнаружил это натуральный камень мне кажется что это не фрит но очень уж похож возможно я могу ошибаться поправьте такой огромный огромный тяжелый виноград можно все это повесить я все-таки надеюсь в этом году сделать ремонт на нашей кухне и возможно эта вещь но найдет свое место именно на кухне если помыть его почистить этот камень от пыли я думаю что вот просто если вы видите какой большой размер я думаю что 20 сантиметров это точно листики тоже из натурального камня но я не могу понять что это за камень а вот сами виноградинки мне кажется что это не фрит далее вот такая красотка я тоже купила у артура и благодаря моей подписчице надежде из надежды и из беларуси и я открыла для себя но я встречалась этой мануфактуры сараун но открыла для себя ее вновь и когда увидела вот эту роскошную супницу она где-то может быть литра на 4 довольно таки большая цвета слоновой кости матовый цвет золота очень красивый рельефный рисунок и она вот на такой вот ножки приподняты и посмотрите как очень красиво сделаны здесь ручки очень красиво элегантно и теперь обращая внимание на эту мануфактуру она встречается крайне редко чтобы еще хорошем состоянии было конечно же я взяла хотя супниц у меня довольно таки много мы дома пользуемся супниц мне много спрашивают тюринами мы пользуемся и я это очень дело люблю потому что это все красиво и удобно даже когда-то приготовил с плиты все убрал я даже ставлю красивую супницу и мечтаю о ремонте кто хочу а я опять о ремонте на кухне ну ладно все это конечно чтобы поднять в настроении хотя да все женщины мы такие нам хочется что-то что-то нового посвежее и также и я вот такая красивая ручка и сейчас конечно же я покажу клеймо сейчас сегодня я не подготовилась это 50-е годы по моему то есть до 50-х годов изменить это первая половина двадцатого века это мануфактуры и конечно же я сейчас не смогу вам рассказать историю то мануфактуры ну знаешь что только немецкая и очень красивая так теперь давайте дальше что же вам показать столько много всего это у нас розенталь конечно же я хотела бы вам все показать поближе но слишком много света я уже говорила что тоже очень плохо но на таких изделиях это у нас вот давайте клеймо посмотрим 50-е годы может быть сейчас вы увидите этот рельефный рисунок вот это все 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 оплетает мелкая кустовая розочка на изгороде вот сожалению это все отблескивает от переизбытка света и найди наверное вам не очень хорошо это видно хотя она вся усыпана расписана великолепным мелким рельефным рисунком вот именно розенталь он отличался именно мелким это продаем к работа вот так детально мелко воспроизвести на фарфоре вот эти великолепную картину надеюсь надеюсь вам видно но хотя я когда смотрю вот сейчас через камеру нет не передает этой красоты который на самом деле есть и вот такая красивая конфетница сухарницы я не знаю подо что да подо все ее можно использовать она такая многофункционально красивых ножках тоже розенталь и тот же период невероятно красивый но вот эти вазочку и такую вот конфетницу можно встретить еще чаще чем скажем какие-то другие даже мануфактуры наверное они выпускались большим тиражом и осталось всегда гораздо больше чем остальных предметов ну а теперь как вы думаете что это это огромное блюдо где-то 43 или 44 сантиметра и сюда и входит в комплект вот такая вот тоже фарфоровые ну как назвать решеточка досить ситечка великолепный красивый рисунок сейчас я вам это все покажу обратите внимание вещь антикварная в прекрасном состоянии без сколов без трещин то есть дошло великолепно до нашего дней оказывается что это насколько умны были наши предки что они все все смотрели когда вы хотите не часто вставать со стола когда пришли в гости и чтобы это все сохранялось долго горячим вы наливаете крутой кипяток и уже сверху накладываете ну естественно не жидкая что-то горячий либо мясо либо блины либо еще что-то но это остается очень долго горячим вот именно вот это приспособление оказывается придумали наши предки и очень удобно хотя сейчас современной посуде я такого но не встречала может быть я редко заглядываю на современные полки но вот я считаю что это просто гениальная идея и она очень большое то есть вы положили и не больше не паритесь и не паритесь и не задумаетесь вообще что там мне нужно подскочить что-то доложить горяченького подогреть абсолютно спокойно сидите и наслаждайтесь обществом своих друзей ну а теперь вот такой просто роскошный набор это вот такие блюда овальные сейчас я все покажу поближе они трех разных размеров но четыре штуки то есть 2 1 на 2 одинаковых блюда 1 побольше 1 поменьше и это у друзья розенталь это 20 век вещи что же близко к антикварные это начало первой половины 20 века очень интересный рисунок мелкий очень интересная работа и кстати вот эти вот вот этот вот декор очень похож на херман омы возможно хотя не знаю хотя розенталь производил сам очень много фарфора и даже продавал чисто белый фарфор другим маленьким мануфактурам которые просто его раскрашивали и ставили уже свое клейму но вот техника и дизайн очень очень похож на херман омы вот такое великолепие как же это красиво ну что далее у нас это карте лишь сейчас поймаю немного света чтобы это все вам увидеть правильно это огромное блюдо она 35 36 сантиметров довольно таки глубокое в прекрасном состоянии как всегда карте лишь у мог передать эту красоту кстати я сейчас посмотрела оба дочек и вспомнила что у меня есть такой же сервис возможно это из той серии надо посмотреть такое бывает что у нас находятся родные вещи очень красивые вот эти от мазинские букетики и вот у нас клеймо король сельф на первая половина двадцатого века до тридцатых годов ставилась такую клеймо смотрите какая роскошь белоснежный фарфор и состояние просто идеально далее вот такая пироженец это уже довольно таки наверное где-то нам может быть около 40 сантиметров и прекрасном состоянии это у нас кобальт с рельефным рисунком красивым кстати вещь то очень это у нас шуман вещь в обиходе незаменимая потому что как по нашей семье у нас всегда кости очень много количества человек всегда и для меня вот эти вещи просто необходимо положить пироженки или что-то другое вот на такие блюда я тоже скатерть купила 5 метров потому что мне кажется наш магазин антиквардный это будет легко переходить в кафе посиделку благотворительную потому что там естественно за кофе мы никогда с рука не поднимется взять деньги просто посидеть хоберт очень общительный он любит я думаю что там будут постоянно люди так что плавно перерастает какое-то такое благотворительное кафе ну и уже если по кобальту я сразу отстреляюсь так сказать смотрите такая вот великолепная пузатенькая вазочка примерно около 18 может быть сантиметров великолепно это эдельштайм и вот такое блюдо похоже на те два которые я вам демонстрировала мы приобрели совсем недавно и конечно же я взяла потому что состояние новой вещи это у нас по моему линер если я не ошибаюсь да совершенно верно я никогда не оставлю эту мануфактуру потому что это ручная работа стопроцентная то есть это не формы это гончарный круг это роспись это делали в ручки на это очень ценится и покажу наверное вам еще пару блюд и следующее видео буду готовить и выпускать вам почаще чтобы летом вам не было скучно хочу показать вам такое большое блюдо она выполнена эта керамика это итальянское блюдо она очень большое состояние вещь состояние новой вещи белоснежная белоснежная с коричневым гамма очень красиво смотрится и вы знаете такой пейзаж очень интересный старая деревня бедные люди может быть путник встретился ну можно здесь на фантазировать каждый что-то видит в этом свое но я такая мечтательница поэтому я сразу у меня в голове какие-то картины и краткометражные фильмы воспроизводятся и я покажу сейчас это клеймо если кто-то знаком подскажите мне пожалуйста мне показалось она красивым ценным и если подбирать в какой-то комнате определенный интерьер то она хорошо будет смотреться ну и еще одно блюдо не менее интересное необычное редко встречается и сразу бросается в глаза и когда-то уже это увидел ты конечно же не останешься равнодушным несмотря на легкие потертости вот золотого состава я не могла и не взять она без клейма но она милая красивая на такой красивой подножки посмотрите какие красивые ручки великолепно просто роскошно хотя и безымянные дорогие мои друзья если вы поделитесь этим видео с друзьями я буду вам очень благодарна потому что не ваша поддержка просто необходимо всем мира и добра оставайтесь здоровыми пока пока